Здравствуйте! Я Лилия Игликова. О казахстанском обществе через призму выборов говорим с экс-кандидатом в президенты Амиржаном Касановым. Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что у миллионов казахстанцев к вам один главный вопрос. Почему? Почему вы поспешили поздравить Такаева с победой еще до оглашения официальных результатов выборов? Многие из тех, кто поверил в вас, восприняли это как предательство. Отвечу, возможно, немножко пространно, потому что ответ требует объяснений. Во-первых, накануне и во время выборов мы с моими коллегами, среди них известные политологи, эксперты, активисты, на местах провели такой закрытый вопрос по поводу поддержки моей кандидатуры в регионах. Реальной поддержки. Картина была разная. Мы не обманывали себя, что автоматически оппозицию мы должны победить, потому что было очень много факторов, что в 2005 году казахстанская оппозиция не участвовала на выборах президентских. Политических партий фактически нет, которые были бы денно и ночно присутствовали в регионах. У нас тиражи газет очень маленькие, нас не допускают на национальные СМИ и так далее. Поэтому где-то на уровне 30-40% была узнаваемость и поддержка. И узнаваемость не всегда совпадает с поддержкой, понимаете. Мы так реально к этому подходили, поэтому я в своих интервью говорил о возможном втором туре. Я не говорил, что я сразу одержу победу. Конечно, тут фактор еще и такой, что помимо моей персоны, к которой можно по-разному относиться в силу личных, субъективных отношений, есть, в принципе, и протестный электорат, который хочет перемен. Я думаю, что большинство моим поддержали именно эти перемены. Если бы на моем месте был другой кандидат, оппозиция тоже самая была, мне так кажется. Я уверен. Поэтому, когда власти накануне выборов объявили, написали сначала 5% прогноз, потом 7,9%, конечно, мы и там не были согласны. И я хочу просто рассказать, что это была ночь, последняя ночь выборов. Была такая накаленная обстановка, 3-4 телефона с регионами. Ну, вы понимаете, что я не сидел там и чай не пил. Были разные звонки, когда объявили 15,9%. Во-первых, это для нас, которые знали реальную обстановку, и плюс фактор Облязова, который все эти дни занимался антипропагандой против меня, фактор бойкотчиков, которые отошли от поддержки, фактор старых коллег по оппозиции, которые выступили фактически против меня и не поддержали. И тоже какие-то голоса забрали, потому что у них тоже есть свой электорат. И понятно, что этот электорат не токаевский, а мой. И они забрали. И в принципе, вот в каком состоянии я сказал. И второе, для меня очень важный, возможно, принципиальный, возможно, самый ответственный, который будет определять мою дальнейшую судьбу, фактор такой. В 1998 году, когда мы перешли в оппозицию, мы выдвигали суперрадикальные идеи. Мы проходили через несанкционированные митинги, мы там выводили людей на площадь, сажали нас и так далее. В 2011 году случилась цена узинская трагедия. Через два-три дня мы с коллегами были там, и нас не пустили. От Житубай нас отправили в Ахтал. Я был в больнице, где были ранены. Я помню молодого парня, 17-18 лет, может, первокурсник. Рядом девушка его сидела, тоже молодая. Его ранили в ногу. И он мне рассказывает, что никакого отношения к нефтяникам не имеет, что он живет в каком-то микрорайоне далеком от площади. И его прострелили в ногу. Он сидит, и он мне говорит, что мама запретила выходить на улицу, стреляют или шумно было. Ну, информации не было никакой. «Эй, не ходи в аптеку». А когда мама уснула, и он побежал в аптеку, и пуля попала в его ногу. И он мне сказал фразу. «Ага». «Бельки таласа таласын мин не хацымбар». «Игер мин уэль калсан мин а нам каммин калат». И он сказал, «Ага, если кто-то там бодается за власть, при чем тут я? Я не имею отношения. Если бы пуля попала мне в другое место, что бы случилось с моей мамой, я единственный ребенок». Потом, если вы читаете меня, с 2012 года я каждую неделю веду колонку в газете. Я пришел к мысли, что ни одна капля слезы мамы, ни одна капля крови любого казахстанца не стоит того, чтобы кто-то пришел к власти. И вот этот термин «перемен без потрясений» он был красной нитью проходил через мою программу. Я во всех встречах говорил, что я буду действовать в рамках правового поля. Да, это правовое поле нехорошее. Да, ее надо совершенствовать для этого. Возможно, можно менять законы, конституцию, о чем я говорю и так далее. Но оно такое поле. И я, честно скажу, когда давал это интервью, я знал, что экзит-пол обычно бывает на уровне предварительных итогов. Я советовался с рядом моих коллег. Кто-то был за, кто-то был против. Но это было мое гражданское политическое решение, потому что на второй день бойкотчики объявили митинг. Вы знаете, девятого всех забрали, и десятого, когда будут оглашены предварительные результаты, должен был бы состояться митинг. И тогда я понимал, как гражданин, какая ноша, какая ответственность на меня легла на мои плечи, что непризнание итогов выборов – это и есть выход на улицу. Потому что иного пути нет. Власть не будет сидеть в судах с тобой, в прокуратуре и так далее. Если ты не признаешь, ты должен идти на улицу, должен митинговать, должен собирать сторонников. И, честно скажу, как гражданин, как патриот этой страны, я подумал, не стоит пост президента или моя... Ну, честно говоря, я особо и не был уверен в том, что 51% меня поддержало. Потому что у нас не было всех протоколов с избирательной комиссией и так далее. Вы знаете, что с наблюдением у нас было очень сложно. Кстати, штабы не формируют наблюдатели, формируют общественное объединение. Нет такого наблюдателя Кусанова, нет такого. Общественные объединения сами идут и регистрируют. Поэтому то, что появилось, институт наблюдателей – это самый мощный, может быть, итог, самый важный итог этих выборов. Потому что раньше, если к этим выборам относились тяп-ляп, когда Чехпа взял 6,9%, там особо никто и не векал, да, а тут появился целый институт, который, я думаю, будет самым определяющим во время проведения будущего любых выборов. Хоть на уровне Маслихата, хоть на уровне парламента, президентских. Поэтому я хочу сказать, что для меня был выбор. Выбор – соглашаться или не соглашаться. Поэтому я принял для себя это важнейшее в своей жизни решение, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, чтобы мое признание не послужило сигналом для роста митинговых страстей, чтобы потом не были политические, репрессии, силовые методы против тех, кто, возможно, выйдет на улицу. Я принял такое решение. Все-таки хотелось бы, чтобы вы озвучили цифры. Как вы считаете, каков реальный процент поддержки вашей кандидатуры в казахстанском электоральном процессе? Ну, на тот момент, потому что я понимаю сейчас, что есть много разочарованных на этот момент. На тот момент мы говорим про 9 июня, про выбор процесса. Да, на 9 июня, я думаю, что где-то процентов 35-30, возможно, было на нашей стороне. Я так думаю. Потому что наша социология была достаточно выверена. Но, еще раз говорю, я не могу посчитать, насколько повлияло против меня вот эта облязовская, бойкотовская и старые оппозиции позиция. Я думаю, что они тоже изрядное количество имеют. То, что это заслуженные люди, авторитетные люди, у каждого свой электорат, они все-таки у меня забрали. Поэтому я почему говорю от 30 и 16 я признаю? Потому что все-таки от 30 изрядное количество они забрали. Как бы то ни было, люди проголосовали так, как они проголосовали. Высокую гражданскую активность показали наблюдатели в выборном процессе. Сейчас они объявляют выборы нелегитимными. Поддерживаете ли вы их позицию? Ну, тут два момента. Если это нелегитимные, в смысле, сфальсифицированы выборы на отдельных участках и так далее, где с протоколами... Результаты на отдельных участках влияют на общие цифры? Да, да, да. Я поддерживаю, если это на отдельных участках. Но, честно скажу, как таковой картины у меня, как таковой, помимо четких документированных фальсификаций на разных некоторых, скажем так, регионах и так далее, у меня целостной такой картины нет. Поэтому я не могу считать это такой общей, обширной, объективной картиной. Понятно, что политика – большая игра. И хотелось бы задать вам такой вопрос. Нет ли у вас ощущения, что вас использовали в этих выборах? Система использовала, с одной стороны, как единого кандидата от так называемой оппозиции. Я говорю так называемой, потому что сама оппозиция никогда не была у нас единой. Это, наверное, должно было придать правдоподобие самому выборному процессу и обеспечить кандидату от власти меньшее количество голосов, чем первому президенту. С другой стороны, какие-то силы пытались использовать вас как знамя протеста. Теперь, если я правильно поняла вас, вы озвучили свое поражение, признали свое поражение до оглашения результата выборов, именно потому что вы не хотели, чтобы вас использовали как знамя протеста. Вы сказали, что единый кандидат. Я не являюсь единым кандидатом от оппозиции. Вы знаете, что когда были объявлены выборы, я выступил в прямом эфире и сказал, давайте, демократы, кто себя считает оппозицией, собираться в одном зале, определиться с нашим отношением к выборам. Участвуем или не участвуем? Не участвуем – окей. Это коллективные, солидарные, консолидированные неучастия. Пайкот, ахаивание, непризнание и так далее. Никто не откликнулся. Второй вопрос был у меня. Будем ли мы кого выдвигать? Если будем выдвигать, я сказал, я готов как Исатай Баши Минхоше быть в команде любого, кого определить единая оппозиция. Потом господа коллеги начали выходить. Я их поддержал, того же Ермурата Бапи, когда полицовет ОСДП выдвинул, я сказал, что Ермурат достойный, он может быть кандидатом и так далее. Поэтому как такового единым кандидатом не был. Я был, скорее всего, если давайте я вам откровенно скажу, я один остался в поле. Я один остался в поле на выборной кампании. Помимо двух-трех коллег из форума «Жанай Хазахстан», со мной рядом никого не осталось. Поэтому это был для меня такой удар. Поэтому не говорить, что я этим самым легитимизировал выборы от имени всей оппозиции, не приходится, потому что я представлял всего лишь маленькую организацию «Ултагдра», которую кто-то знает, кто-то не знает. На 15 лет присутствует я и благодарен. И, кстати, все руководители филиала были руководителями штабов на местах. Кто-то в силу компетентности был сильный штаб, где-то в силу отсутствия опыта был слабый штаб. Поэтому я всем им благодарен. Поэтому я хочу сказать, что я не могу сказать, что меня использовали, потому что, когда меня зарегистрировали, это был для меня шанс. Я не знаю, почему власть меня зарегистрировала. Мне кажется, что у власти было две причины. Мне кажется. Я же тоже политикой занимаюсь, предугадывая их мысли. Первое, видимо, они думали так. Кто такой Касан? Ну, уходит, визу СДП, там, 7 лет, пишет в двух газетах в одной колонке каждую неделю. Его на национальных телевидениях нет. Раз-два появляется на зоне КСЗ. Кто он такой? Ну, пусть поучаствует. Мне кажется, что была такая идея. И вторая идея – подспудная идея. Ну, заодно и легитимизируем выборы. Оппозиция, он 22 года нас критикует, жестко пишет, там, в каких-то экспертных кругах посольствах узнаваем. Давайте вот так. Мне кажется, что была такая идея не от того, что кто-то сидел там, сильно хотел легитимизировать выборы. Я думаю, что сейчас власть особо в этом и не нуждается. Нет у нас такого международного сообщества консолидированного. Помните, как во времена Мадлен Оброй, Джорджа Буша, были заявления о необходимости демократических реформ и так далее в Казахстане. Сейчас этого нет. Поэтому я не думаю, что власть зациклывалась на мне. У меня, тем более, нет клейма, что я единственный и правильный оппозиционер. Я один из многих, один из, может быть, 30 или 40 тех, кто выступает с критикой власти. Поэтому я не думаю, что меня использовали. Потом еще раз, никакой купли-продажи, никакого давления на меня не было. Я, когда вам говорил об этой ночи, об этой фразе, я знал, какие будут последствия. Я думал о стране. Я думал о том, чтобы не потерять эту стабильность. Потому что моя победа, как гражданина, политика или непобеда, не должна влиять на стабильность общества. Что у нас есть эволюционные пути воздействия на власть. Что этим самым первые же власть даже официально признала, что оппозиционный кандидат набрал больше, чем другие пять кандидатов, кроме Тукаева. Что он почти два раза, два с половиной раза преодолел порог парламента. Это тоже для меня, честно говоря, нонсенс. Мы-то ждали, что они будут фальсифицировать до Нельзя и будет 7,9 или 6,9 процентов, как у Техпая. Поэтому меня не могу сказать, что меня использовали. Но я, честно скажу, не знаю, какие истинные мотивы были власти при моей регистрации. Честно говоря, особо не надеялся. У меня 13 мая день рождения. И я, когда Тадра выдвинула, когда сдавал документы, я сказал жене, давай забронируем билеты и точкой поедем на день рождения. 55 лет. Не хочется здесь там бешфармак кушать, дежурные тосты слушать и так далее. Мы забронировали туда билет. Поэтому если власть это сделала, то она сделала мне медвежью услугу. Почему? Потому что все, кто живой в этой стране, кто появляется в СМИ, и кто там, кого не задерживает полиция, кого и так далее. Все они как будто проекты власти. Вот они живут, и их никто не третирует. И вот эта регистрация, видимо, была такой рубиконом в оценке моей. И так про меня разговоров много, что я проект Аккорды. Знаете, это было с времен 98-го года, когда зарегистрировали РНПК. И мы были, я был зампредом, и потом председателем исполкома РНПК. Когда наши враги говорили, их зарегистрировали, значит, это провластный проект. Поэтому это тот крест, который я с собой ношу все эти годы. И если бы не зарегистрировали Лиле, я уверен, Амиржан оставался таким же правильным оппозиционером, никто бы его не давал, не называл предателем. Я бы мог бы приходить сюда и пространно комментировал бы эти выборы, обвиняя власти. Для меня важно было действие. Действие после 14 лет отсутствия казахстанской оппозиции на президентском поле. Это действие, признают это мои враги, не признают недруги, оно разбудило общество. Если бы этого действия не было, мы бы сейчас сидели с вами, комментировали результаты победы Тукаева над другими бутафорными кандидатами. Я сразу же заявил на начале выборов, что от тех принципиальных вещей, политических требований, оценки ситуации, начиная с Жанна Узейна, Жаль Токсана, Аарона Атабека, Макса Букаева, Мухтара Джакишевой, заканчивая, не заканчивая, а заканчивая программными установками по конституционной реформе, память о Замамбеке, Аутенбеке, Батархане, я буду это говорить. Это для меня была возможность еще раз донести до нового поколения, которое 14 лет нас не видело, Лилия, они нас не видели в аулах, селах, на телевизоре, не видели нас старую оппозицию. Поэтому я пришел, я думаю, что миссию по своей программной части я ее выполнил. Поэтому я считаю, что если власть хотела это использовать, то я их тоже, эту регистрацию использовал для доведения программных целей и задач казахстанской оппозиции. И все-таки я хочу, чтобы вы еще раз четко и ясно озвучили, что конкретно для вас решили те несколько часов, на которые раньше вы признали свое поражение. Я вижу, что в сети предположений очень много, но ответ один, и он должен исходить от вас. Ответ один. Это мой был гражданский выбор, мое решение как политика, как гражданина, ответственность за ситуацию в стране. Тем более, если бы я не сказал это ночью, то утром могли быть непредсказуемые последствия, потому что пошла бы молва, что Касанов не признал. Поэтому это было мое решение. Оно исходило из того, что ни капля крови, ни капля слезы не стоит того, чтобы политические потали, и определяли какие-то потрясения и катаклизмы в нашей стране. Это для меня было важное политическое решение. Я знал плюсы и минусы. Я знаю, что сейчас пишут в соцсетях, начиная от предательства, заканчивая обвиняемые в смертных греках. Я хочу сказать, что как гражданин, как политик, я считаю, что на тот момент я поступил правильно в интересах страны и государства. Многие называют это концом вашей политической карьеры. Согласны ли вы с этим? Ну, когда я ушел из правительства, мне говорили, что это конец моего. Когда закрыли РАНПК, говорили конец. Когда меня изгнали из ОСДП, мне говорили конец. Я не считаю... Да, есть критики, есть люди, которые критически к этому относятся. Даже из того, скажем так, 15-полтора миллионного электората, я думаю, что где-то определенный час отойдет от меня, потому что они, видимо, во мне будут разочарованы, уже разочарованы. Но я хочу сказать, что я сейчас получаю также очень много поддержки, особенно среди интеллигенции, среди малого и среднего бизнеса, среди молодежи, которые говорят, Амиржанова, вы сказали перемены, без потрясений. Мы с вами. Мы хотим вас поддержать. Поэтому я... Когда я родился, я не родился с мечтой быть президентом, или как сейчас говорят, депутатом, я никогда не ставил знак равенства моим участием на президентской группе и возможным участием в парламенте. Что такое парламент в нынешних условиях? Поэтому я буду советоваться с теми старыми коллегами, которые остались со мной, и с новыми коллегами, которые пребывают. Страна меняется. Если мы говорим, что все эти годы, что власть должна поменяться и так далее, почему оппозиция не должна меняться? Почему оппозиция, те же старые лекала, старые клише, почему те оппозиционные мои вчерашние коллеги ни палец о палец не ударили на выборах, сейчас выступают моим судьей? Где они были вчера? Я вам скажу одну вещь. Почему вы говорите о процентах? Если бы у нас 17 регионов, если бы 17 моих старых коллег, ничего не делая, просто поехали бы к себе на малую родину, и в течение 28 дней говорили, Амиржан, наш коллега, поддержите, у меня цифры были бы больше. Поэтому я был обречен остаться один, но я хочу сказать так, и оппозиция должна меняться, я должен меняться, страна должна меняться. Амиржан, но вы как опытный политик должны для себя уже найти объяснение, почему ваши бывшие коллеги из старой оппозиции оставили вас одного в поле? Ну, я думаю, что, во-первых, мне кажется, что здесь больше личностных моментов, чем политики, потому что любой политик, любая политическая организация должна, в моем понимании об этом всегда говорил, и в ОСДП, и в РНПК, что любая политическая организация, политик должны использовать любой электоральный период возможностей избирательной кампании для того, чтобы дойти до электората. Это базово для меня, базово. И они могли это сделать. Я думаю, что то, что не пошли, там, по-моему, много личностного. Я не раз встречала в комментариях в соцсетях такие высказывания, почему он, а не я, всего лишь потому, что он проходит по всем параметрам. Мне один юрист сказал так, когда я обсуждал, слушай, Амир Жанн говорит, этот закон как будто под тебя написан, потому что у меня 7 лет стажа, если было бы 8, я бы не попадал. Национал-патриотический запрос общества очень четко отразился в вашей программе. Список должностей исключительно для владеющих госязыком. Мне кажется, это ограничение без созидания, ведь ни слова не было сказано о создании доступного обучения языку для всех слоев общества. Это раз. Второе, отход от ЕАС и направленность в Евросоюз, мне кажется, это тоже полет в никуда, потому что с Евросоюзом у нас и так неплохие отношения и торговля и прочие связи, но при этом исчезли сильные позиции, которые были озвучены жена Казахстана. Например, возвращение денег из офшоров и прочее. кто сделал вашу позицию уязвимой? Ну, во-первых, никто мою позицию не делал, я тоже тактик-политик, если мне нужно было зарегистрироваться, я взял программу достаточно... Но ваша программа не охватила все свои общества? Да, но там законный жанр, конечно, я же не могу толкну писать, поэтому мы, когда шли на регистрацию, мы подали тот вариант, который устраивает ЦИК, но если вы посмотрите мои публичные выступления, мои прямые эфиры, мои встречи в регионах, все, что... То есть это была программа, которая устраивала ЦИК? Да, для нас это была тактика, потому что если бы мы написали режим личной власти туда-сюда, я думаю, что нас бы никогда не зарегистрировали. Почему же тогда национал-патриотическое движение тоже не оказало вам серьезной поддержки в выборном процессе? Ну, оно больше персонифицировано, потому что некоторые бывшие деятели, которые причисляли себя к национал-патриотам, и нынешние, они выступили против меня. Потом еще раз говорю, Олтагр это одна из многих организаций во главе с уважаемым Дос Кошимом, но она одна из многих организаций, поэтому это был мой выбор, это был мой тренд, это еще раз говорю, это было мое решение, и еще раз, не только национал-патриотические движения в широком смысле, а именно даже широкая демократическая коалиция меня не поддержала, поэтому я думаю, что не участвуя на этих выборах, когда многие говорят, вот мы не будем участвовать на президентских выборах, а будем участвовать в парламентских выборах, тоже алогично, если ты не призываешь выборы вообще, ты вообще и в выборах маслехать не должен участвовать, поэтому я еще раз говорю, здесь больше было, видимо, личностного, я сейчас раздумываю над этим, это тоже скажу. Еще одно, почему, по вашему мнению, почему Мухтар Аблязов выступал больше против вас, а не против кандидата от власти? Я не знаю, Мухтар почему-то меня не любит, я когда был, он, в ДВК первого созыва, мы ходили к нему там на суды, защищали его, потом мы с ним раз один раз встречались в Лондоне, никаких претензий ко мне не было, но, видимо, он хочет себя позиционировать как единственное позиционирование, когда он и его соратники пишут, что мы живы, здоровы, несудимы, небитые, значительные проекты Аккорды, видимо, вот это какая-то зависть или что-то в нем есть, хотя еще раз говорю, что то, что его действия по разоблачению режима, по его раскрытию анналов коррупционных я буду только приветствовать, пусть любой Аким, который был во власти или министр, пусть они правду матку режут о своих тайных связях с Аккордой, там, не знаю, там, коррупционных связях, это только благо для того, чтобы общество раскрывали с гроза, а то, что он считает себя только оппозиционером и еще раз, я его критиковал за одну вещь, что он во время праздника, не праздника, дня поддержки детей, больных с аутизмом приглашает на митинги, я говорю, что это кощунственно и цинично, надо определять свое время, надо определять свои программные цели, пусть люди выходят, поддерживают, он тогда увидит реальную поддержку, а когда 9 мая пенсионеры без него выходят на День Победы и он говорит, что это его заслуга, я считаю, что это неправильно. со своими согражданами и заниматься тем, что мне нравится, это журналистика, публицистика, общественная жизнь, поэтому мое отличие в том, что я не считаю себя таким крутым, я не считаю себя единственным достойным быть президентом или депутатом, я один из многих казахов, который когда-то совершал какие-то возможно ошибки, я не считаю, что я ангел, у меня очень много недостатков человеческих, но политически я могу сказать две вещи. С 98-го года я отстаиваю демократические принципы, от них не отойду, даже после этих выборов и так далее. И второе, моя принципиальная позиция перемен, она остается и в какой бы ипостаси ни был журналистом, просто гражданином, со мной что угодно может случиться, я буду эти идеи отстаивать. Мы видим, что на политическую арену Казахстана пытаются пробиться новые люди. Приведу один пример Маргулан Сейсильбай. Выдвигает властью условия, при неисполнении которых просит не приглашать его больше ни в какие советы и комиссии. Речь идет о создании национального совета доверия. Сильная угроза. Я так понимаю, что голодранцев власть не собирается сейчас допускать ни к каким переговорам и ни к каким выборам. Ну, тут два момента аспекта. Я думаю, что... Я имею в виду выборы в советы в данном случае. Знаете, я о чем думаю? Безотносительно меня, как персоны, к которым можно по-разному относиться, я все-таки думаю, что признание даже через возможные фальсификации 16% наличия протестного электората, носителем коих я являлся, это все равно шаг вперед. Это власти понимают, что это полтора миллиона казахстанцев, которые не хотят эту власть. Это не 6,9, как были раньше. Поэтому мне кажется, что это и сила самого гражданского общества, который, кстати, сейчас переживает новый такой этап позиционирования, самоопределения, очень разные идут тенденции, молодежь поднимается, интеллигенция, тот же институт наблюдателей, старая оппозиция сейчас определяется, кто с кем, какое-то идет определение берега, была такая книга уже Сулейменова. Но со стороны власти это шаги навстречу и все-таки попытка заорганизовать процесс. Я думаю, что это покажет сам процесс формирования этого совета и какие будут у него полномочия. Мы проходили через это, помните, было НКВД, Национальная комиссия по демократизации. Мы проходили через это. Если это будет такое говорильнее, без полномочий, вот ты пришел там, несколько раз в год собрался, сказал, но если это будет полномочный орган с соответствующим статусом, с соответствующими действиями... Если туда будут обращаться люди со своими насущными проблемами, и если совет сможет это решать... Тогда это будет эффективно. И только тогда. В отличие от Морбулана, пока еще никто не приглашал, но я думаю, что если это будет полномочный орган, почему бы и нет? Почему бы и нет? Потому что уйти оттуда всегда можно, если это будет бутафорный орган. А если будет это влиятельный в общественной жизни инструмент регулирования общественных отношений, почему бы? И, конечно же, не могу не спросить о ваших планах на ближайшее будущее. Я сейчас очень... Ну, я занялся здоровьем, почему у меня неделю не было. Я занимался здоровьем, потому что два месяца это был цветнот, стресс. Я в первый раз в жизни участвовал на выборы президента. Это, оказывается, достаточно такая не только некомфортная политическая, но и в личностном плане для здоровья. Сейчас я прохожу лечение, пришел к вам, спасибо за поддержку. И перед тем, как ответить на ваш вопрос, хочу сказать большое, огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Спасибо всем, кто поверил в меня. Спасибо всем, кто всем агитаторам, которые без копейки, без стынки ходили по регионам, по дворам, по домам, искренне пропагандировали мою программу. Хочу сказать, что ни на йоту от этой программы я не отступлю. Хочу сказать большое спасибо, огромное, по пояс хочу поклониться наблюдателям, потому что феномен выборов, и действительно, как я сказал, они будут определять эти выборы. Хочу сказать большое спасибо всем, кто вышел на митинги, потому что это люди используют свое конституционное право, и я сразу же после этого написал, что никто не имеет права, никто не может подвергаться репрессиям, наказаниям за то, что они реализуют свое конституционное право. Кстати, вот этот совет, который, если он возьмется и изменит законодательство митинга хотя бы для начала, это будет, наверное, первый шаг в сторону, и покажет, действительно, власть хочет демократических перемен или хочет заувализировать. Также, конечно, и выборы в этом, или в следующем, или в каком-то году в парламент тоже должны показать. Поэтому общество проснулось. А что касается меня, я сейчас в глубоком раздумии, я сейчас пересматриваю, может быть, какие-то свои личностные отношения с теми, кто был со мной все эти годы. Вот этот миф, с которым я 22 года гонялся о необходимости единства всех оппозиционных сил, он сейчас потихоньку у меня уходит в небытие. Я считаю, прихожу к пониманию, что оппозиция тоже должна быть плюралистична. левые, правые, центристы, интернационалисты, национал-патриоты и так далее. Поэтому я достаточно серьезную переоценку делаю и переоценку себя лично, своего поведения. Я сейчас готовлю такую серьезную статью об итогах этих выборов. Я готов ко всему и к активной политической жизни и продолжению своей публицистической деятельности. Как бы меня ни критиковали, ни клемили, никто у меня перо не отнимет, я являюсь до сегодняшнего дня не самых активных политиков, которые еженедельно реагируют на события. Я остаюсь гражданином, я никуда не уеду. Если будет поддержка со стороны новой оппозиции, которая хочет перемен без потрясений, почему бы не поучаствовать с ними? Еще раз говорю, сейчас очень много региональных лидеров со мной выходит на связь, они поддерживают малый, средний, бизнес выходит на связь. Почему бы нет? Поэтому не говори гоп, пока не перепрыгну. Что бы вы сказали тем, кто вас поддержал, а потом разочаровался и отвернулся от вас? Не разочаровывайтесь, это был мой выбор, гражданский выбор, видимо, история расставить все по своим местам, это был никакой не торг с властью, никакая не слабость, это было мое гражданское решение не допустить дестабилизации, тем более вы знаете, что на утро на 12 часов были назначены второй этап этих митингов, это было мое решение, я не создаю ответственность и еще раз никаких подводных течений в виде нажима или пилюри или кнута со стороны власти у меня не было, я достаточно честен перед избирателем, поэтому вышел, у меня было очень много советников, что сейчас будоражит общество, надо промолчать, вы там дали пост в фейсбук и так далее, я говорю, я дал, находясь в больнице, сейчас я в состоянии выехать, я готов с каждым переговорить и сказать, что я такой же Касанов, что я от того, что говорил в своей программе не отступлю ни наюту, никто меня не заставит 55 лет изменить свои демократические пристрастия, никакие пилюли, никакой кнут, я через это все проходил и хочу сказать, что верьте в меня, я такой же, как и вы, возможно, с какими-то ошибками, недостатками, нам надо вместе менять эту страну, если мы сейчас примем какие-то неправильные решения сообща, то это будет вред для общего развития страны. Транзит власти начался, хочет этого власть, не хочет, он реально начался, он идет, и народ через свою активность, через свое влияние, через механизмы выборы, политическую активность, через СМИ должен оказывать влияние на этот транзит. Вы хотите сказать, что он не закончен? Транзит не закончен, он только-только начинается, и я буду сделать все для того, чтобы народ был самым главным участником этого процесса. Транзит без участия народа, это приведет к неминуемым и непредсказуемым последствиям. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо большое за общение, это первый мой выход после выборов на русском языке, я сегодня утром дал на казахском языке, вам большое спасибо и за предоставленную возможность высказаться перед избирателями.